Приветствую вас, заинтересовал меня ваш вопрос, я бы хотел бы на него ответить. Вы пишете про страх перед своим отцом, вы пишете про то, что боялись его, были психосоматические проблемы, психосоматика прошла в течение года, страх на сознательном уровне тоже прошел, но непонятным остается один момент, когда по-прежнему сниться во сне, как я раньше, как и раньше снилось, как будто отец со мной гонится, я очень боюсь, что догонит, убегаю, прячусь от него как могу. Что это означает? Ну, смотрите, конечно, интересно было бы отдельно поговорить с вами о том, как проявлялся у вас страх на сознательном уровне раньше. Именно вот на сознательном уровне, как вы говорите. Потому что это, как бы, такая, знаете, довольно важная тема, ибо если страх проявлялся раньше, ну, например, например, страх у вас проявлялся как-то вот, ну, в определенной какой-то, да, позиции, в определенных каких-то проявлениях, а потом он вроде как перестал проявляться в данной позиции. Соответственно, что-то изменилось, в определенном. Но, скорее всего, на под сознательном уровне, чем и проявлением чего и является ваши сны, и ситуация осталась, в принципе, такой же, то есть ничего не поменялось. Либо вы по-прежнему как-то вот испытываете проблемы с взаимодействием, значит, скажем так, с вашим, например, внутренним родителем, который у вас имеется. То есть ваш родитель внутренний, который, как бы, говорит вам, что вы, вот, что-то, там, неправильно, например, делаете, а вы постоянно испытываете чувство вины, такое, знаете, не сказать, чтобы прямо явное, да, но, тем не менее, какое-то чувство вины вы испытываете, вот, и, соответственно, соответственно, оно и проявляется у вас. Так что вы во сне это отражаете в виде того, кто на вами гонится и, наверное, ну, как-то вот пытается наказать, да, пытается наказать вас за то, что вы делаете, за то, как вы себя позиционируете, как вы поступаете, вот. Это первое. А второе, ну, поскольку у вас, ваш мужчина был для вас довольно ярким проявлением, да, довольно ярким персонажем, именно для вас, то, возможно, речь идет о том, что он, ну, например, один из, не говорю, что обязательно, но один из немногих мужчин, которые в вашей жизни играли важную роль. И здесь нужно анализировать то, как вы устраиваете свою личную жизнь, что она из себя, вот эта вот ваша личная жизнь представляет и, соответственно, как она себя проявляет. Дополнительно может быть, что так проявляется ваш, ваш интерес к мужчинам через отца. Ну, просто потому, просто потому, что вот он для вас был яркой фигурой. Возможно, так проявляет ваши потребности, опять же, в том, чтобы почувствовать себя, там, женщиной, например, почувствовать себя важной, например, и так далее. То есть, конечно, нельзя, нельзя утверждать это со стопроцентной уверенностью. С этим все-таки нужно разбираться, что тут зависит, многое зависит от того, как вы обустраиваете свою жизнь, как вы обустраиваете свою личную жизнь, вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, если с этим разобраться, то вполне можно будет увидеть, что отношает ваш сон. Либо это потребность, например, в контроле со стороны мужчины, со стороны родителей, в том, что вы живете. То есть, вам нужно, чтобы вас догнали, вам нужно, чтобы вас поймали, вам нужно, чтобы вас подавили. Да, то есть, такая, конечно, немного мазохистическая позиция, такая немного мазохистическая модель поведения у вас. Соответственно, за мазохистической фигурой скроется либо непринятие в себя, полное непринятие в себя, Либо соответственно, значит, бег от ответственности. То есть, вы пытаетесь таким образом избежать ответственности за то, что делаете. За то, чем, вот, вы занимаетесь. За то, как вы обустраиваете свою жизнь, например. То есть, я, безусловно, не хочу сказать, что это прямо проявляется, проявляется во всем, да, во всем. Но, то, что у этого есть определенные проявления, вполне возможно. Обратите, вот, внимание, обратите внимание на на то, как, значит, обратите внимание на то, как вы выстраиваете свою жизнь. Обратите внимание на то, как вы ну, как вы взаимодействуете с другими людьми. Вот. Обратите внимание на то, эм, как вы выстраиваете отношения с людьми. Вот. То есть, я думаю, что если это анализировать, эм, то вы очень быстро придете к, эм, значит, определенному выводу. И можете, эээ, значит, соответственно, либо подкорректировать, эээ, его, его, да, либо подкорректировать, эээ, свое поведение, либо просто, эээ, принять его, и, значит, приняв, эээ, его, вы сможете, эээ, по крайней мере, эээ, выстраивать, эээ, адекватное, эээ, взаимодействие с другими людьми. Я думаю, именно так, можно, эээ, вам ответить на ваш вопрос. Эээ, надеюсь, что он, мой ответ, ээээ, был вам полезен. Эээ, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я вам с радостью помогу, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго, и удачи! и удачи! И удачи! Удачи! Удачи!